всем привет вот и прошла неделя и у нас новая тренировка для игроков с лимитов от 050 до 0200 сегодня 8 марта и мы как настоящие гриндеры проводим время за компом и сегодня мы его проведем особенно эффективно нас ждет две части нашего занятия в первой части мы будем разбирать раздачу наших учеников а во второй части занятия продолжим разбор базы по алгоритму который мы применяли предыдущих видео этой серии которая называется тренинг тренеров и где мы на основе моей базы на нл-50 и нл-100 разбираем различные группы рук которые сыграли в минус либо слабый плюс и вычищаем их от повторяющихся ошибок на прошлом занятии мы разбирали группу рук это мелкие разномастные тузы баттон против бб ну и там нашли мою повторяющуюся ошибку где я не конбетчу подходящих ситуациях эти руки пропускаю конбеты с туз хай ну и собственно написали решение этой ошибки сегодня будем разбирать следующую группу рук но начнем с разбора раздач наших учеников как обычно в течение тренировки вы можете тоже довыкладывать раздачи я видел что мелин там выложил довольно много раздач но я думаю что мы все их разберем и в принципе даже если вы что-то выложите мы успеем это разобрать так поехали так у нас тут лимит нл-50 хиро играет на катофе я так понимаю это пати покер пати 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 покер он дефолт но понравится 6 5 сьютут они как как правило всегда показывают плюсовый винрейт эта группа рук мелкие одномастные коннекторы типа 6 5 7 6 5 4 можете проверить себя их по базе рук если вы в этом не уверены но обычно они показывают плюс если вы не допускаете каких-то грубых ошибок на пост флота получаем 3 бет от sb опять же рука входит в рейндж нашей защиты потому как как правило она показывает меньше лузрейт чем при open race фолде когда мы коллируем 3 бет заколлировали 3 бет от неизвестного оппонента вышла доска валя 10 6 и в нас летит очень плотный коннбет больше 3 4 пота и у хиро вопрос что ему делать с третьей парой но смотрите здесь интересная раздача тем что у вас есть всегда некий средний рейндж которому продолжать на каждой из улиц чтобы не перефолтживать на каждой из улиц но и просто делать плюсовые колы на дистанции то есть если мы в объем рейндж средний рейндж коннбета по флопу в 3 бет поте нашему оппоненту и в объем нашу руку 65 это третья пара то вы увидите что у нас будет плюсовый кол по флопу то есть equity нашей руки по сравнению с шансами банка на кол но будет эквити руки будет превосходить шансы банка на кол против рейнджа коннбета в такую структуру доски потому как против готовых рук у нас еще есть 5 аутов плюс есть какой-то бэкдор ну а против неготовых рук мы впереди по типу туз король туз дама король дама какие-нибудь дамы 9 например или там тузы с бэкдорами тоже поэтому здесь у нас в среднем всегда будет корректный кол и третья пара в большинстве случаев входит спектр нашего продолжения в 3 бет потах когда мы играем в позиции крайне редко мы ее будем выкидывать крайне крайне редко если вообще когда-либо выкидывать если вы говорите про средний рейдж но кроме среднего рейнджа у нас есть различные факторы которые будут как правило сужать наш рейдж продолжения то есть когда мы говорим про 3 бет поты я вам рекомендую вообще по 3 беты пораженные поты лучше следовать такому правилу вы либо придерживаться какой-то средней частоты она уже достаточно широкая либо вы ее сужаете в некоторых случаях можно расширять спектра продолжения но я бы это рекомендовал делать только если вы видите какие-то откровенные лики у вашего противника то есть например он очень много камботит по флопу а потерна у него низкий второй баррель и чекфол там не знаю 60 процентов плюс тогда можно конечно расширять спектра продолжения то что раньше вы например выкидывали начинать играть через кол и флот по терну в принципе это концепция неплохо разобрана в третьем разделе стратегии по моему в третьем или в четвертом посмотрим не в четвертом она вот подстройки против лузовых 3 бетов игра в 3 бет потах без попадания с инициативы и без там это описано если вы это еще не читали обязательно изучите эту статью как раз там говорится про то когда мы можем еще расширять рейндж но в принципе не так много это не так часто это будет происходить особенно если вы играете 050 если вы еще тем более играть в руме без статистики то есть у вас нет хада то есть какие-то делать подстройки не имеет особого смысла только если вы конечно накопили какую-то базу нотсов на вашего противника поэтому в среднем мы будем говорить про либо продолжение колов по средней частоте либо сужение этого рейнджа и в данном случае но у нас за счет чего мы можем сужать раньше ну очевидно что мы это делаем тоже в качестве эксплойта и любое сужение решение эксплойта есть от отхождения от средней частоты это всегда эксплойт что мы можем эксплойте как правило когда мы начинаем оверфалдить и сужаем спектр продолжения то есть мы эксплойте узкий сильный спектр оппонента ну как можно определить узкий сильный спектр оппонента но Очевидно, либо по статистике, либо по нотсам, если у вас есть нотсы. Либо, например, по сайзингу, потому что сайзинг, как правило, тоже изменяет спектр оппонента. То есть оппонент здесь не будет ставить, например, 3 четвертых со всем своим рейнджом. В среднем это не будет происходить. То есть обычно, особенно на лимитах по типу 0,50 или на лимитах ниже, люди палятся сайзингами. И я сомневаюсь, что он здесь будет часто ставить в полублеф именно таким плотным сайзингом. То есть по дефолту я бы сказал, что он так не будет ставить. Пока мы не получим на него нотс и не убедимся в обратном, мы будем считать именно так, что в средних тенденциях, ну, херачить 8 долларов в банк 10, но это крайне редко будет происходить с рукой по типу, я не знаю, там, туз-4 с ютат, с бэкдором каким-то, или с какой-нибудь туз-дамой или туз-королем. То есть пока мы этого не получили, мы будем считать, что отхождение от нормы означает о сужении спектра, о более сильном спектре. Потому что, ну, почему мы делаем такой вывод? Ну, просто на основе практики, потому что, как правило, люди на низких лимитах повышают бэдсайзинг сильным рейнджем. То есть там есть, ну, прямая зависимость. Чем больше сайзинг, тем сильнее рейндж, как правило. То есть это такая аксиома, и для того, чтобы принять иное решение, нужно получить нотс и увидеть, что оппонент играет не так. То есть он, например, может ставить больше слабыми типами рук. Но это уже будет исключение из правил, а не правило. Потому что здесь обычно прямая зависимость. Чем сильнее рука, чем дровенее доска, при этом, да, тем больше будет сайзинг оппонента, потому что он там боится дров, хочет получить вэлью с рук слабее. Поэтому здесь, в данном конкретном случае, я бы сказал, что как раз такая ситуация, когда мы можем сузить рейндж нашего продолжения, потому что, ну, вы понимаете, что третья пара со слабым кикером всегда находится внизу спектра нашего кола. То есть, ну, ниже только будет какой-то гэдшот по типу туздам, например. Поэтому, да, здесь мы выкидываем 6.5 на такой сайзинг. Мы выкидываем здесь туздаму, которую мы тоже бы здесь коллировали по дефолту. Ну, вот. Ну, и начинаем коллировать от второй пары и выше. Ну, и каких-то хороших дропа, типа ОСД, ФД. Причем я бы ОСД, быть, даже большой бы, наверное, коллировал. 8.9, такое стремненькое здесь ОСД, с учетом ФДшки на доске. Вот, ОСД плюс оверкарты хорошо колятся, а, ну, мелкое ОСД можно уже и флдануть. Так, поехали к следующей раздаче. Хиру защитил даму 4 на ББ. Тоже дефолтный рейндж защиты для НЛ-50 уже с такой рукой. Даму 4 сьютит против баттона, входит спектр защиты, конечно же. Получили мы топ-пару. Опять же, в ситуации, когда у нас недостаток эквити уже с префлопа. Так, давайте-ка я на вебку перемещу куда-нибудь, а то оно заслоняет часть раздачи. Ну, так вот, короче, когда у нас недостаток по эквити с префлопа, а у нас есть уже недостаток эквити с префлопа. Сейчас я вам это продемонстрирую во флобзиле, чтобы вы понимали эту концепцию, если ее кто-то еще не понимает. Почему мы, например, играем через чек, и почему мы должны большую часть своего рейнджа играть через чек в таких спотах. Ну, это не просто так появилось. Там не то, что нам солвер что-то проектовал, и вот мы, короче, так играем. Ну, на то есть основания определенные. ББ, ББ, колд колл, холдек, старт холдек. То есть, как вы видите, у Баттона с его не капнутым рейнджем перевес по эквити уже с префлопа. То есть, у него почти 55% перевес по флопу. Если он еще будет корректно отыгрывать свой рейндж и не будет там переблифовывать флопы, то у него еще этот перевес будет сохраняться. Но, речь даже не об этом. Речь о том, что у нас изначально уже с префлопа недостаток по эквити. В тех спотах, когда у нас уже по префлопу недостаток по эквити, мы не можем себе позволить еще сильнее ослаблять свой рейндж и, например, начинать лидбетить. То есть, ну, в среднем мы этого делать не будем. Опять же, лидбет здесь будет уже какой-то подстройкой, например, эксплойтной против небольшого количества оппонентов. Но против среднего регуляра, против которого у нас недостаток по эквити с префлопа, мы стараемся отыграть наш рейндж через чек, чтобы не капать его еще на донбеты. То есть, не ослаблять его. Потому что у нас и так все плохо. Мы и так здесь будем оверфолдить на конбеты на самом деле. То есть, у нас здесь можно выгодно ставить конбет полпота и прекрасно себя чувствовать. Конечно, не совсем рейндж.